Это канал высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Квантовые точки – это крошечные частицы полупроводника, содержащие тысячи атомов. Эти квантовые системы ведут себя подобно атомам, у них есть энергетические уровни, которые могут поглощать и излучать свет на определенных длинах волн. Например, при освещении ультрафиолетовым светом квантовая точка может перейти в возбужденное состояние. Когда она опускается обратно в основное состояние, то может испускать фотон видимого света. Благодаря этому свойству квантовые точки используются в сверхчитких дисплеях. До сих пор компьютерное моделирование взаимодействий между квантовыми точками было ограничено из-за высокой сложности таких систем. Поскольку в этих процессах участвуют тысячи атомов, каждый из которых содержит множество электронов, процессы образования и рекомбинации экситонов не могут смоделировать даже самые современные суперкомпьютеры. Авторам нового исследования удалось уменьшить сложность компьютерного описания таких систем, для этого он взяли за основу небольшие квантовые точки размером в сотни атомов, а затем аппроксимировали результаты такого моделирования на более масштабные системы. В своем исследовании ТРИО успешно смоделировало поведение квантовых точек в фемтосекундном масштабе. Ученые увидели, как пары квантовых точек поглощают и обмениваются фотонами, а также накапливают их энергию. Физики также нашли способ стабилизации экситонов при помощи определенной последовательности импульсов красного и ультрафиолетового света. Первый ультрафиолетовый импульс может создавать экситон в одной квантовой точке, а последующий инфракрасный способен перемещать экситон в соседнюю квантовую точку, где может храниться содержащаяся в ней энергия. Возможность такого управления экситонами пригодится в создании квантовых компьютеров нового поколения. Статья об открытии опубликована в Journal of Physical Chemistry. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.